И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Ну что, вот и закончился наш замечательный выходной ивент. И настало то самое время подвести определенные итоги, поговорить вместе с вами о том самом режиме, о котором я говорил в анонсе, да, где мы вместе с вами смотрели все те моменты, ивенты, задания, которые у нас будут на выходных. Вот, выходные уже и прошли. И мне реально есть что вам сказать, если вы смотрели стримы, если вы следили за тем, что у нас происходило в игре на выходные, то я был немножечко поражен, может быть даже, от того, что у нас произошло на данных выходных в игре. Мне понравился ивент. Я даже, если честно, сам удивлен, что я прямо сейчас сказал, но это ивент, который из тематических боев впервые мне реально зашел. Мне реально понравился. И если сравнить те, например, всякие Хорната рельсы, которые были, да, и еще всякие разные там даже с Хопером, да, ДМ форматы и прочие там соло джиггернауты, то именно этот формат заставил меня играть только в него на протяжении выходных дней. И, как я уже сказал, если вы следили за теми стримами на выходных, вы сами все это видели. Возможно, кто-то даже вместе со мной катался на этих форматах. И я, честно, на данный период времени жду новых подобных ивентов. Новых подобных тематических боев. Новых интересных. Возможно, не вас посмог, конечно, как было у нас на этих выходных, но что-то другое тоже интересное, связанное с форматами, с какими-то теми картами уникальными, которых у нас на постоянной основе в матчмейкинге нету. Ведь именно такие моменты начинают привносить новые положительные изменения в скучный повседневный однообразный матчмейкинг. И эти выходные, как по мне, за последнее время с точки зрения продуктивности и интереса были одними из самых неплохих в этом году, так точно. И если подобных акций и всех этих движений будет больше, это будет только и только в плюс. Я, честно говоря, не смотрел особо за онлайном, что у нас было по поводу, по ходу именно данного ивента. Но с моей точки зрения точно ивент удался, и он реально был сбалансирован, даже при том раскладе, что в него играли игроки, у которых там приваренные башни, там они особо сильно не умеют играть на таких вооружениях. Но даже у них получалось какую-то свою определенную лепту вносить в подобные бои и держать в балансе карту, привносить, возможно, даже для себя какие-то новые моменты, которых они до этого не могли реализовывать в обычных матчмейкинговых картах. Плюс ко всему прочему получилось на этом формате неплохо даже подзаработать. Тем ребятам, например, у которых нету гаража, у которых нету дронов, у которых нету расходки. Здесь обычный, грубо говоря, ББП-шный бой 4 на 4 с удобной картой, с Воспасмакой. А Воспасмака это, по сути, довольно-таки простое вооружение. И я определенно, повторюсь, остался очень доволен этим режимом. Плюс ко всему прочему, если сравнить этот режим с предыдущим, когда у нас была хорната рельса, когда у нас не выполнялись все задания, которые сделали супермиссии в этом режиме, то здесь все наконец-таки работало так, как должно было работать. И я надеюсь, что теперь эти режимы будут появляться намного чаще. Возможно, в следующем мы увидим условную, там, не знаю, там, Воспасжигу какую-нибудь, да, или еще что-то в этом духе, да, что будет также интересно играться в подобных форматах, да, там 4 на 4, там, может 6 на 6, может... Ну, 4 на 4 вообще это очень хороший, именно по балансу игроков, формат. Я удивился изначально тому, что данный формат мне вообще будет интересен. Но в дальнейшем, да, это, конечно, получилось очень круто. Эту катку я записывал вчера. Сегодня тут, можно так сказать, просто высказываю свои эмоции, поэтому сильно там не удивляйтесь, что я еще и так какие-то мысли выражаю. А еще тут у меня что-то получается сыграть. Бои записал. Сегодня еще вместе с вами, после окончания данного замечательного боя, откроем ультраконтейнеры, которые мы вместе с вами заработали на данных ивентовых выходных. Можно даже сказать, ультравикендовых выходных. И посмотрим. Возможно, что-то крутое мне дропнет. Я бы хотел, чтобы вы тоже высказали свою точку зрения по поводу данного именно ивента. Оставили определенный свой фидбэк. Потому что, ну, я считаю, что подобного рода видеоролики и разговоры вместе с вами, да, о ивентах имеют смысл быть определенным, да. То есть, если уж мы высказываем свою точку зрения по поводу всяких шляповых там форматов, там, режимов, когда там какие-то баги происходят, то стоит и обратить внимание на те моменты, которые с нашей точки зрения делаются довольно-таки неплохими, да. И если бы, условно, да, мне нравился бы формат, да, ну, вас посмотрят, как бы, я вообще любитель смоки. Для меня этот режим реально крут. Но, например, он был бы максимально, там, несбалансирован, там, игроков бы, ну, не получалось бы даже ничего сделать. То я бы, может быть, и не был бы настолько доволен этим режимом. И остался бы с другим мнением. А здесь получилось так, что даже приваренные башни, даже телефоны смогли себя довольно круто и неплохо реализовать. Вот и закончился бой, очередной боёчек. Вы видите, что с такой определенной катки по 2500 можно было брать. Я брал даже и по 3000, и даже по 4000 из таких боёв. И это круто, это определенно круто, что подобного рода ивенты у нас смогли реализоваться. Плюс ко всему прочему, сейчас ещё есть дополнительный бонус в виде осколков, которые дают вам возможность фармить ещё больше контейнеров. Не знаю, конечно, что с них будет падать. Я думаю, что там шанс выпадения чего-то сверхкрутого уже ещё меньше. Но я не думаю, что это момент, который с плохой стороны можно теперь как бы рассматривать. То есть, в принципе, это огромнейший акцент на онлайн, да, чтобы заинтересовать игроков. Заходить там, плюс ещё фарм с рекламочки подъехал, да, у разработчиков с самобилочки. Ну, в общем, в целом, прикольно, прикольно. Я впервые, вот, можно сказать, за какой-то долгий период времени удивился тому, что у нас произошло в последнее время в игре. И пока, пока, это, наверное, первая такая вещь в новом году, которая реально зашла. И я, может быть, даже немножко удивлён от того, что какие-то мувы неплохие пошли. Неплохие мувы, реально. Неплохие мувы. Найс. Найс-найс, короче. Ладно, всё, открываем, друзья, контейнеры. У меня просто эмоции переполняют. Я уже начинаю нести какую-то дичь. Забираем все замечательные призы. Ещё и получаем, что тут у меня залагало. Получаем, ко всему прочему, сколько здесь, 350 звёзд. Оставил неплохо, что на сегодня. Сегодня у нас уже новый челлендж. Ну и открываем ультра-контейнеры. Так хорошо я наговорил. Теперь бы мне так бы ещё хорошо бы с них упало. Чтоб я был вообще максимально доволен. Давайте пятёрочку открываем сразу. Даже не думаем о том, что у меня что-то плохое может дропнуть. Сейчас у меня золотое падает. И я остаюсь очень-очень доволен. Белое. Синее. О, неплохо. И давай-давай. Батарейки. Мне упал это Крусейдер. За 200, грубо говоря, 50 тысяч кристаллов, да? Ну ладно, окей. О, да, ну! Ну что-нибудь хорошее. Ну какие 10 coinbox? Ну вы чего? Ну вы рофлите. Ну какие 10 coinbox? Я думал устройство. Я думал устройство. Я думал устройство. Мне упало 10 coinbox. Обидно. Обидно. Ну ладно. Я думал какое-то крутое устройство упало. Я уж обрадовался. Думаю. Вот это крутяк. Жестко. Аппетитно. Сочно. Нагибаторски. Ну и что? Ну вот и что? Ну ты скажите мне. И... Зачем мне эти 10 coinbox'ы? Мм? Кто мне скажет? Для того, чтобы получить... 90 нитры. 60 мин. 30 дашек. 30 ддшек. 2 танкойна и 1000 кристаллов. Жесть. Даааа. Упала, конечно. Шляпа усатая. Ну. Ладно. Хотя бы одно устройство дропнуло. Из того, что я надеялся, что у меня вообще ничего не упадет. Мне упало, я так понимаю, на Crusader, да? От поджога за 245 тысяч кристаллов. Ну. С такой точки зрения неплохо, конечно. Что с синего свечения падает устройство за 250 тысяч кристаллов. Но. Могло с золотого мне какая-нибудь смесь на фриз упасть. Токсичная. Это было бы, конечно, аппетитно сочно. Ну, ладно. Вот такой вот видеоролик у нас, друзья, получился. Если вам понравился, если вам понравился ивент, прошу вас еще раз отписать по этому поводу в комментариях под данный видеоролик. Высказать свою точку зрения. Мне реально будет интересно почитать ее. Согласны ли вы со мной? Согласны ли вы с тем, что эти выходные прошли прикольно? Напишите в комментариях. Поддержите видеоролик. Не подписывайтесь на канал. Подписывайтесь. С вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok